Да, Анастасия Александровна, уточните, по какой причине контакт по счету меняете, поскольку причину не указали в заявке? А представьтесь, пожалуйста, имя, фамилия, как у вас еще раз? Технический отдел Альфа-Банка Золотарева Милина Викторовна. Номер телефона? А что, кто-то подал заявку? Да, финансовый номер телефона 8524, изменится номер телефона с окончанием 2440. Я не подавала заявку. Ну, заявка поступила сегодняшним днем из личного кабинета. Альфа-Банка, уточните, пока мы-то доступ предоставляли к счету? Нет, я не предоставляла. Я вас поняла, а уточните контакт, который был указан в заявке, который хотели сделать основным по счету, 8900 вуй... ...40. Я же вам говорю... Уточните, доступ к... А давайте я обращусь... Ну, какие-то мои телефоны, которые хотели сделать основным по счету. Я ничего не меняла, давайте я в Альфа-Банк обращусь, чтобы мне помогли. Это, походу, мошенники хотели... Альфа-Банк с вами уже связываются. Это, походу, мошенники хотели мой номер телефона поменять. А, уточните, паспорт не теряли, карты банка? Да нет, не теряли, все на месте у меня. А, уточните, с контактом с окончанием в 4.40 ранее сталкивались, возможно, смс-липали звонки и поступали с него? Нет, нет, не было. Я вас понимаю, в таком случае перенаправлю информацию на дело в безопасности банка, чтобы заявку отменили по счету. То есть, Анастасия Александровна, по-равильному пониманию, необходимо по вашему счету оставить один контакт, который ранее фигурировал, с окончанием в 85-24. Все верно? Мне ничего менять не нужно, либо я обращусь в Альфа-Банк сама. Ага, так я же говорю, все останется без изменений, то есть вернем номер телефона 85-24, по вашему счету. Поскольку вы же сами понимаете, что заявка поступила на его изменения, то есть он сейчас, по вашему счету, как основной, не фигурирует. Его необходимо заново подтвердить в системе банка, и тем самым путем номер, который вам неизвестен, который сторонний, по вашему счету, будет удален от системы банка. Ну, конечно, вы сейчас мне что хотите? Мне нужно оставить прежний номер телефона, мне менять ничего не нужно. Ага, да, все правильно. Вам сейчас будет сформировано информирование от Альфа-Банка в целях подтвердения вашего основного номера телефона. Я сейчас заполню вам онлайн заявку, вам в течение одной минуты будет доставлено информирование от Альфа-Банка. Вижу, была успешно доставлена, будьте добры, просмотрите мобильное устройство. Сейчас посмотрю. А что, этот код вам продиктовать нужно? Алло? Да, алло. Я вас слушаю. Александр, нет, вы, то, что у вас предоставлено в информировании, вы мне никакую информацию не предоставляете, у вас там таки сказано. Также данное информирование никому не пересылаете, не проговариваете. Данная комбинация, которая у вас содержится в оповещении, предназначена для Робота-Банка. Уточните, информирование поступило, код запомнили? Угу. Хорошо, будьте готовы, я вас сейчас переведу на Робота-Банка. Если же никакой информации от Робота не слышите, вы никакую информацию в свою очередь и не предоставляете. Будьте готовы, я вас перевожу. Роботизированная система фиксации подключена. После сигнала произнесите код и сообщение. 70-44. Да, Алло, у нас сессия Александровна, меня к вам по стороне системы Банка подсоединила. А, уточните, никаким проблем, трудностей при прохождении Роботизированной системы у вас не возникло? Нет, не возникло. Код я Роботу назвала. Ага, то есть Робота слышали? Да, слышали. Уточните, в каком формате проговаривали информацию? По одной цифре, по две или, может, сразу как четырехзначная числа? Девушка, вы знаете, чем вы сейчас занимаетесь? Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Угу. И что? Ну вот, у нас сейчас номер разговора есть записан. Вы знаете, что это мошенничество? Ага. Девушка, вы знаете, что это мошенничество? Девушка, вы знаете, что это мошенничество? Девушка, вы знаете, что это мошенничество?